На парковку к байкерскому клубу «Вагабонг» прибывают новые мотоциклы. Есть здесь и «Вариор» стоимостью полмиллиона рублей, и «Хёнде Сиби-400» за 150 тысяч. Объединяет владельцев этих байков одно – «Любовь к свободе». Последний раз в этом году они прокатятся по городу рыча моторами. А после шум ветра за спиной им заменят комфортные кресла автомобилей. Алексей Тагинцев впервые за руль байка сел в 14 лет. Тогда это был простой мопед. Вот после моторные велосипеды и советские мотоциклы. Сейчас у Алексея японский байк «Ямаха». Дедушка уже ему 30 лет. Это 90-го года мотоцикл. Но он ездит. Ездит очень большой, тяжелый, брутальный, хороший мотоцикл. Управлять им, новичкам, я не советую. Потому что мотоцикл тяжелый, мотоцикл имеет свой характер. В дороге он свой норов также показывает, особенно на маленьких скоростях. Алексей уверен, что у каждого мотоцикла, как и человека, свой характер и особенности. Поэтому просто так запрыгнуть на байк и помчать вдаль не выйдет. К железному коню нужно найти подход. А это дано не каждому. Это нужно почувствовать. Это должно быть в крови. У тебя должно быть желание в любом месяце, зимой, летом сесть и поехать. Любой мотоцикл нужно обкатать. И, естественно, чем человек старше, может быть, тем он становится мудрее. Ему уже не хочется рисковать. Мы уже не ездим с огромными скоростями. Мы ездим, наслаждаемся дорогой, соблюдаем правила дорожного движения. Среди брутальных байкеров на парковке можно встретить и девушек. Татьяне Безруковой любовь к мотоциклам привил дедушка. В детстве она приезжала в деревню на каникулы, садилась верхом на железного коня и представляла себя байкершей. Тогда и появилась у Татьяны мечта купить мотоцикл. Обстоятельства сложились так, что мы познакомились с моим молодым человеком. И он оказался мотоциклистом. И я увидела для себя интересную возможность воплотить свою голубую мечту в жизнь. И я должна сказать, что мотоциклы – это не просто средство показать себя как-то в этом мире ярко, интересно, а это именно образ жизни. Потому что в этом есть свой определенный драйв, кайф, свобода. Традиционно в честь закрытия сезона байкеры с тройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая правила дорожного движения, они прокатились как по старой части, так и по новому району.